Всем привет, пупсярыщи мои, и сегодня у нас новая рубрика. А именно это, как стать целителем, что надо делать, когда ты целитель, проводить церемонии, там, замена гласота, ну, что надо делать еще у лунного камня. Так вот, начнем. Сперва, как же стать целителем? Целителем можно стать, когда идут выборы. Выборы... Ой, каким целителем? Это, лидером. Так вот, лидером можно стать, когда идут выборы на лидера. Для этого там нужно, ну, лидер призывает несколько, ну, призывает, так сказать, котов, которые хотят стать лидером. Ну, и, то ли, например, вот этот котик хочет стать лидером, он становится и пишет, ну, на скалу или около скалы, и начинает писать пост. Пост о себе. Пост — это рассказ о себе, описание, только очень длинное. Ну, и потом вы, там, люди, коты должны голосовать, ну, и, там, или лидер сам будет выбирать. Ну, вот так вот вставать. И еще... Можно лидером стать, когда ты глашитай, и с лидером что-то произошло, и он якобы умер. Дальше, и что делать, когда очень, ну, стало себе мало дичи, или же, там, ну, кто-то учуял, когда ловил кого-то, что-то учуял запахи чужого клана, опасного, например, как теневого. Вы... вам надо призвать котов, которые умеют охотиться, и дальше вы выбираете, там, самого преданного кота, ну, какого вы хотите кота, того, тот будет самым главным в патруле. Патруль — это когда, там, например, разные, там, может, патруль поисковой, там, там, дичь ловить можно еще, там, патруль. Ну, и дальше он может выбрать себе кого-то в патруль, или вы еще кого-то выберете ему в патруль. Дальше еще забыла сказать, ну, забыла кое-что. То, что надо делать после того, как вы стали лидером. Да, может, лидер умер, или вас выбрали на выборах, но пока вы не придете к лунному камню, вы не становитесь лидером. Лунный камень... Это такой лунный камень, вон, около амбара, через дорогу, вот, около свалки, что это, свалка, или что, я не знаю. Он находится около блюдахи-одиночек. Так вот, кстати, я забыла сказать, вот этот компьютер, он, помните, мы его искали? Так вот, ну, он добавился. Мы его искали на 8 марте, ну, после 8 или до 8. Ну, зимой мы его начали искать, весняное обновление. Ну, мы идем к лунному камню. Вон, вот этой пещерке, пещерке. И дальше мы сидим, там, мы должны тут уснуть, мы там вроде бы во сне будем в, это, звездном клане. Мы будем говорить, ой, что это, что, 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 что я делаю с лапами. В звездном клане мы там будем говорить звездными плед, предками, плед, пледами, пледками. Ну, дальше вам подарят 9 из жизни, и, якобы, вы должны добавить свое имя, корень, звезда, ой, не, звезды. Ну, у девочек это звезда, там, а у мальчиков звезды. Например, синие звезды, синяя звезда. Ну, надеюсь, все понятно, надеюсь, все понятно. И дальше я хотела бы это поговорить. Кого можно было бы оставить, когда вы куда-то ушли? Ну, если глашатай остался в лагере, то вы, конечно же, можете положиться на вашего глашатая. Но если же вы пошли с глашатаем, то я вам советую оставлять в кота, ой, в главного кота вместо глашатая в лагере, которому вы полностью доверяете, который очень преданный клану, или же кого бы вы хотели бы выбрать следующего глашатая. Ну, короткими словами, ну, в двух словах, выбирайте глашатая. А если вы с глашатаем пошли куда-то, то выбирайте самого преданного кота клану. Дальше, если же кот что-то такое натворил, то вы имеете полное право его наказать. Или, там, если это что-то такое ужасное, например, как этот, звезда сам хотела убить синюю звезду, то вы гоняете. Дальше, как же проводить церемонию? Церемонию. Церемонию этих маленьких мелких чувачков. Этих учеников, точнее. Так, не знаю, как вам объяснить, поэтому лучше напишу. То есть вы должны призывать котика, в котором уже есть шесть лун, например. Давайте, я не знаю, кого выбрать. В голову прилетела только песчаная буря. Поэтому, так как, не знаю, как объяснить словами, поэтому напишу. Я прям не такой уж сильный ролевик, поэтому у меня как-то будет чуть-чуть глупо писаться. Ну, там, так как вот этому... Ну, сами видите, как я там напишу. Так как, а как горчицу звали? Песчанка. Так как песчанке исполнилось шесть лун, так как песчанке исполнилось шесть лун, то она... Шесть лун. Правда, у вас может быть стеги. Да, много их может быть. То она встает оружиеносцем, там, или же учеником. Ну, вы еще должны ее спросить, готова ли она покинуть детскую палату и прийти к жизни оружиеносца. Ну, я тут не написала, чтобы не было долгим видео. Ну, там, дальше вы должны дать имя оружиеносцу, там, твое имя, как ее звали, горчицац. И дальше имя выбираете наставника, то твой наставник или наставница. Ну, кто-то, выбирайте кота. У горчицы это был Буран. Ну, как-то так. И дальше с воином. С воином то же самое, только, ну, чуть по-другому. Как они себя вели, если очень хорошо, или как воина, или имя уже 12 месяцев, то вы их призываете к скале, потом спрашиваете, готовы ли они быть воителями, будут ли они преданными своему клану. И так далее. И дальше они должны, воители, когда они становятся воителями, то они должны охранять лагерь молча всю ночь. Ну, как-то так. Ну, что ж. Ну, а на сегодня все. Всем пока-пока. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Ставьте лайк, подпишитесь, и всем пока-пока-пока-пока.